Численность детей, самовольно покинувших семьи или профильные госучреждения в 2016 году по всей России, возросла на 22%. Такие данные констатирует вице-премьер правительства Ольга Голодец. В Ненинском округе только за 9 месяцев текущего года подобных заявлений зарегистрировано более 30. Эти цифры были озвучены в рамках заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. С начала 2016 года в дежурную часть окружной полиции поступило 36 сообщений по фактам самовольных уходов детей. Из них 18 случаев дети уходили из государственных учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В текущем периоде 2016 года в дежурную часть управления поступило 36 заявлений и сообщений по фактам самовольных уходов детей. Из них зарегистрировано 18 случаев, половина от общего числа из государственных учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Двое несовершеннолетних, проживающих в детском доме, все мы их хорошо знаем, это Мамонтова и Антипова, уходили из данного детского дома 15 раз. Они объявлялись в розыск. Изучение причин самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, показало, что в основном эти трудности заключаются в том, что адаптация подростков проходит очень тяжело. Нежелание игнорирования соблюдения режима дня, желание проводить свободное время бесконтрольно, а также беспрепятственно встречаться с друзьями и родственниками. Также причинами самовольного ухода из дома может являться неблагоприятная обстановка в семье и оставление ребенка на попечении родственников, а также склонность к бродяжничеству. Важным моментом в предупреждении самовольных уходов является профилактика. До 30 июня всем образовательным организациям был дан срок по разработке положений по профилактике самовольных уходов детей-семей и учреждений и алгоритм экстренного реагирования работы руководителя. В настоящее время департаментом проводим мониторинг, смотрим, у кого какие сложности возникли, в случае, если такие положения не разработаны. И в дальнейшем уже совместно с Центром ДАР у нас запланирована работа в части тех методик и профилактических бесед, которые ведет непосредственно сам ДАР. Говоря о анализе преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, стоит сказать, что динамика преступлений против жизни и здоровья снизилась с 11 до 10, что составляет 9%. С 10 до 7% снизились преступления против половой неприкосновенности. Однако печальным остается факт, что в этом году зарегистрировано три случая жестокого обращения с детьми. В 2015 году таких преступлений зафиксировано не было. Зачастую данные преступления совершаются родителями или законными представителями в состоянии алкогольного опьянения. На прошлой неделе в конце очень хорошо сработал детский садик, когда вызвал сотрудников полиции, когда за несовершеннолетним пришла бабушка в состоянии алкогольного опьянения. Молодцы воспитатели, ребенка не отдали, сообщили нам. Мы подъехали и в итоге еще и бабушка пришла, еще в более сильнейшем алкогольном опьянении. По нашей работе, проведенной совместно с воспитателями данного садика, был изъят из семьи еще двухлетний ребенок, который также находился в данной квартире с родителями, которые были в состоянии алкогольного опьянения. По итогам совещания для наиболее продуктивного взаимодействия всех сотрудников профилактики, разработки конкретных форм и методов для решения подобных проблем, решено организовать рабочую группу.